Добрый день уважаемые коллеги сегодня мы поговорим с вами еще об очень важной теме это выбор индивидуальных средств реабилитации это очень важная тема потому что в принципе если так разобраться как правило в стом кабинетах работают медицинские сестры или если отсутствует стом кабинет то работает как правило какая-нибудь медицинская сестра которая работает с хирургом и качество жизни у стомированного пациента будет зависеть полностью в ее руках поэтому сегодня мы поговорим о правилах какие есть на нашем диапазоне средства и как мы можем ими пользоваться я чуть-чуть схематично хочу нарисовать судьбу нашего стомированного пациента значит как правило большинство наших пациентов они в результате экстренной операции и выведения стомы пациенты психологически не готовы за исключением там какие какого-то процента единиц когда планированно идет нововведение стома и так какая судьба у нашего пациента то есть он идет хирургическое отделение его там быстренько прооперирует и дальше его пересылает хорошо если есть в этом районе в этой поликлинике кабинет для стомированных пациентов это идеальный вариант но на самом деле таких кабинетов не так уж и много и поэтому ближайший хирург который находится он должен выписать те самые средства которые необходимы согласно этому пациенту необычному нормативу как это выписывается голоприемник и на этом закончили а именно те средства которые нужны и поэтому здесь как правило это заполняет медицинская сестра она делает осмотр нашего пациента и отправляется эти документы в экспортную комиссию после этого они передаются медико-социальную комиссию даже если пациент не получил группа инвалидности он имеет право полное получать от государства все те средства реабилитации которые ему необходимо но он получит то те средства которые вы выписали потому что дальше там все смотрится на те документы и так фонд дальше идет медицинского страхования и затем значит это компания дистрибьютор привозит непосредственно пациенту домой те средства которые были выписаны кто его научил как этим пользоваться компания дистрибьютор этим не занимается правильно ли он получил информацию в кабинете с том кабинете тоже вопрос под вопросом может находился в таком состоянии ему и рассказали это но он еще не до конца это все понял поэтому здесь очень важно то есть проконтролировать как идет ситуация в этом случае но вот такие пациенты зачастую появляются у нас то есть и может быть и говорили об этих средствах может быть даже у них и есть эти средства но они не знают какими пользоваться и как и где взять тоже такой вариант есть у нас не исключается но мы будем так говорит любая хирургическая операция даже удаление зуба наносит какую-то определенную травму а здесь это достаточно тяжелая психотравма потому что здесь пациент вдруг испытывает тяжелейшее эмоциональное напряжение связаны вдруг что-то у меня стало совсем не так и так далее озабоченность насколько это как это долго будет беспокойство а не заражение ли будет смогу ли за этим ухаживать страх что это такое вдруг стала дырочка в боку ну и конечно чувство безысходности то есть вот такая у меня судьба и так далее так вот если мы психологически поможем нашему пациенту и правильно подобрать эти средства то соответственно у нас будет совсем другое настроение наше ваш пациентом основной причиной депрессивного состояния нашего пациента это недостаток информации то есть информации той которая непосредственно касается его где это стома находится как за ней ухаживать возможно ли обратный процесс и так далее чувство физической неполноценности почему у меня в боку у всех другого другом месте анальное отверстие очень часто развивается особенно у мужчин брезгливость к самому себе боязнь появится на людях в результате больные самоизолируются и для того чтобы вести нормальный образ жизни нужно научиться быстро и правильно ухаживать за собой за стомой и преодолеть этот психологический барьер если мы возьмем европейскую практику то там человек который выведен на стом он даже не является инвалидом государство ему страховая компания извиняюсь ему обеспечивает то что необходимо он получает и уже за качество жизни практически отвечает он и так основная задача это информирование о самой стоми и об основных принципах ухода за ней никто лучше медицинской сестры это не расскажет итак если мы возьмем всемирную статистику организации здравоохранения то на тысячи людей в среднем приходится один стомированный пациент и ориентируясь на эти данные общее число в россии со 100 мы должно составлять от 100 120 тысяч это если по статистике да но в целом у нас стоят на получении бесплатных вот этих вот средства стомированные пациенты всего 40 тысяч то есть остальные или не понимает или не знает что им положены эти средства бесплатно от государства или им не выписывают по какой-то причине тоже вот этот механизм разработок поэтому мы должны на каждого этого пациента четко для него разобрать вот эту ту программу которая для него именно индивидуально для этого пациента разработана итак процентное разделение 80 процентов это это уже которые получают на данный момент средства из этих 40 тысяч 80 процентов это колостома 11 процентов и ластома и 9 уростома но сейчас маленько про уростомы говорили мы сейчас больше будем с вами говорить про колостомы и эластомы значит смотрите это разные вещи разный уход и разные средства ухода за ними значит основным аспектом реабилитации с кишечными стомами является применение современных средств реабилитации колоприемникам и ухода за перистомальным пространством кожи и поддерживающая терапия здесь очень важно говорить о современных средствах по сроках какие необходимы непосредственно для этого пациента и какие средства к сожалению иногда даже бывает и выписаны эти средства у пациента и они стоят ему просто не объяснили что это такое потом пациент уходит из жизни родственники приходят грита это нам куда поэтому здесь наша задача проконтролировать и помочь нашим пациентам или родственникам для того чтобы они получили правильные средства ну вот так у нас выглядит идеальная стома который в общем то не составляет особого труда за ухода за ней если мы опять же умеем это делать но к сожалению 60 процентов это те пациенты которые имеют вот такие перистомальные осложнения это реальная статистика которую мы видим своих стационарах это связано с чем не умением не адаптированием не получения хотя все регионы имеют договора с компаниями и могут получать все эти средства то есть это на каком-то этапе врач не доглядел сестра вдруг не знала что у такие полномочия и соответственно пациент остался без этих средств вот как я сказала да это где-то 60 процентов в россии общая статистика если мы берем европейская статистика то это где-то в пределах 20 15 процентов вот посмотрите кожное осложнение есть такой у нас сайт подбор слов где мы можем набрать определенный набор слов и нам выскочит цифра сколько человек обращались за помощью в интернет людей да за месяц вы видите и вот здесь мы видим вот в марте месяце обновление было да то есть я смотрела готовила в марте и соответственно на за месяц было просмотрено 132 тысячи ну там с копейками просмотров то есть это кто смотрели это смотрели пациенты которые в данный момент не знали что делать с этими осложнениями поэтому конечно осложнение стома делает жизнь пациента совершенно невыносимым непреодолимые препятствия к социальной адаптации это жжение это боль это существенные ограничения человека но о качестве жизни в таких условиях мы вообще не говорим как правильно подобрать колоприемник с чего начинать и что мы будем делать для этого необходимо просто правильно выбрать определить форму стомы размер состояние кожных покровов и вокруг стомы первый этап он как бы отработанный все хорошо как пациент поступает хирургическое отделение его прооперировали мы применяем хирургический колоприемник который не очень комфортный для пациента он имеет большую форму фикс большую площадь фиксации также он имеет сам по себе большую форму он клеенчатый от него потеет и так далее но очень важен он для нас в том случае что мы можем визуально наблюдать как ведет себя стома то есть он прозрачным увидим какой стул идет нету ли крови примеси крови как ведут себя швы и так далее то есть это нужно нам с вами для контроля как только на 7 и 10 сутки мы снимаем с вами швы и видим что функционирует колоприем стома функционирует совершенно верно мы тогда хирургический колоприемник меняем на однокомпонентный колоприемник это вот здесь мы показываем виды реабилитационных систем значит они есть однокомпонентный и двухкомпонентный и первое что мы берем сразу после операционных это однокомпонентный колоприемник значит здесь достаточно хорошие сейчас идут адгезивные пластины которые в общем то на гидроколлоиде вот у нас лектор только что читал рассказывал о лечении ран и там как раз говорили о гидроколлоидной основе то есть в принципе она по сама по себе это основа клеевая основа она является уже лечебной основы поэтому если поддерживать правильно соблюдать все правила гигиены правила наклеивания колоприемника то в принципе это уже есть определенные гарантия о том что у нас не будет таких осложнений какие основные преимущества у этих колоприемников да ну в принципе они есть дренируеме где можно значит слить все что там накопилось колоприёмники но мы должны знать что колоприем me все равно этот меняется однокомпонентный п удалась в сутки то есть у него рассчитана настойка фиксация также отчего зависит фиксация насколько наполняется колоприемник значит если у нас имеется такой колоприемник не значит мы его должны до краёв набирать чем больше мы набираем те больше оттягивается кожи и большей вероятность что она встанет или мы Мы будем травмировать кожу, дерму. В последующем нам вновь надо будет клеить и будет воспаление. Поэтому только одна треть колоприемника применяется. Если этот колоприемник недренируемый, значит мы его должны сменить. Больше набирать в колоприемник ни в коем случае нельзя. Какие у них преимущества? Они мягкие, гибкие, они уже непрозрачные, они уже так не будут шуршать под одеждой. Они достаточно приятные к телу и, самое главное, они непрозрачные. Чтобы пациент не видел этих каловых масс, это тоже дискомфортное состояние. Какие у нас возникают осложнения? Смотрите, если вдруг неправильно подобранное, неправильно чуть-чуть с размером мы промахнулись, по шаблону вырезали не так. Или у нас эластома, это жидкий стул, много стула. И если вдруг немножко у нас между пластиной и самой кишкой у нас вот здесь попадает небольшое количество каломасс, а каловая масса это агрессивная среда, и сразу идет подтекание у нас под пластину. И тут начинается, вы видите, раздражение. И, соответственно, будет отставать колоприемник, качества фиксации не будет. И, естественно, мы получим те самые осложнения. Вот частая смена ведет вот к такому состоянию. А здесь еще, ко всему прочему, у нашего пациента доктора вообще забыли снять вообще швы. Бывает такое, то есть если это онкологический пациент, особо на него внимание в экстренной, в обычном хирургическом отделении прооперировали, отправили домой, а он откуда знает, что там за веревочки, может так и должно быть. Поэтому здесь мы никогда заочно ничего не выписываем. Обязательно должны посмотреть, отклеить пластину и посмотреть, как это все выглядит непосредственно у пациента и дать ценные советы, которые необходимы. Ну, вы представляете, какая невыносимая жизнь у этих пациентов. Это нужно уже каждый день приклеить и отклеить. А основная масса наших пациентов как раз имеет и однокомпонентные колоприемники, потому что, в общем-то, им так изначально выписали. И когда мы в течение месяца, у нас дается срок один месяц для того, чтобы вот эта прооперированная наша стома, она адаптировалась к этому состоянию в данный момент. Мы смотрим, какой у нее размер. Размер может меняться. Это может быть отечность, может быть, наоборот, она меньше стала, может она немножко втянуться. Как только она у нас сформировалась в полном объеме, мы должны перевести нашего пациента уже на двухкомпонентный колоприемник. Что такое двухкомпонентный колоприемник? Это пластина, и к нему идут сменные мешки. Сама пластина, она, в общем-то, в большей степени сейчас идут облегченные, то есть только гидроколлоидная основа в середине, а по краям это все-таки мягкая пластырная повязка, которая дышащая. И сам мешок. И вот это вот кольцо надевается на эту пластину, фланцевое кольцо, и, соответственно, здесь мы с вами понимаем и видим, что стыковка будет полная, мешок мы будем менять по мере необходимости, а сама пластина будет меняться до 4-5 дней. Понимаете, то есть 5 дней пациент спокойно. Когда он снимает мешок, он с этой пластины совершенно спокойно принимает душ, его ничего не мешает. То есть здесь мы никак не ограничиваем жизнь пациента именно с этим двухкомпонентным колоприемником. Но вот здесь мы видим, что есть полные пластины, а здесь есть облегченные пластины. Здесь уже мы смотрим индивидуально, насколько, значит, удобно нашему пациенту. Также есть пластины, которые облегченные и моделируемые, то есть устье. То есть достаточно руками ее маленечко раздвинуть, и когда мы надеваем ее, соответственно, на саму стому, она расправляется края, и она плотно, как шейка, черепашья шейка обнимает стому. То есть это без вырезаемого отверстия, здесь не надо вырезать. Это выдается тем пациентам, у которых она симметричная, да, значит, сложно вырезать четко размеры этой пластины. Также это дается людям с нарушенным зрением, где не совсем они могут себя адекватно, значит, вырезать и, соответственно, приклеить эту пластину. И конвексная пластина, сейчас мы покажем, конвексная пластина, в каких случаях используется. Ну вот смотрите, если у нас все хорошо, прекрасная, значит, у нас с вами стома, она вытянутая вперед, нормальная, то есть она где-то полтора-два сантиметра над уровнем кожи. Здесь мы можем использовать любую пластину и, значит, надевать смену мешка. Значит, единственное, что очень часто говорят о том, что нужно определенные физические усилия прилагать к тому, чтобы эта пластина состыковалась. Здесь вот такая маленькая хитрость. Здесь для того, чтобы она хорошо закрылась без всяких усилий, не давили мы на живот нашему пациенту, нужно вот этот вот мешок, вот эту вот пластину, которую мы надеваем, просто разогреть. Нужно феном на нагревательном приборе, не имеет значения. Мы ее разогреваем, и она мягко, легко закрывается. В последующем мы, подтянув за ушки мешка, мы спокойно ее отсоединим. Значит, вот большую проблему нам создают втянутые стомы. И тогда мы используем ту самую конвексную пластину, которая, видите, имеет форму вогнутой. И за счет того, что пластина оказывает давление на переднюю брюшную стенку, таким образом вытягивается немножко сама пластина. И здесь мы исключаем, еще она и моделируемая, здесь мы полностью исключаем подтекание с этой стомы. То есть она очень герметично, удобно, как воронка встает и создает замечательные комфортные условия для этого пациента. Ничего не будет подтекать. Но если у нас на данный момент нету таких пластин, да, их нужно заказывать, они иногда идут в течение двух месяцев, мы можем с вами вот эту конвексную выровнять за счет вот этих вот кольцевые прокладки. То есть она получается невогнутая, обычная пластина, но мы наложили кольцевую прокладку в зависимости от какого, значит, объем у нас площади фиксации самого колоприемника. И подклеим. Когда мы еще используем эти кольцевые прокладки? Когда у нас начинается раздражение на коже. И вот эти вот сформирования. У стен, да, вот здесь на примере мы здесь видим, как это происходит. Вы видите, да, когда симметричная сама кишка. И, соответственно, здесь не имеет значения, как мы просто руками с вами скатали в валик, приложили, зафиксировали. И, соответственно, здесь она очень плотно обняла и потекания не будет. Средство ухода для стомы – это очень-очень важная составляющая, которая, в общем-то, необходима для всех пациентов, а не исключение. Но если мы в ЦПРовскую карту не включили, то, извините, наш пациент этого и не получит. Давайте посмотрим, что же это за средство. Ну, первое средство номер один должно быть вообще всегда под руками не только у этих пациентов и в перевязочных наших кабинетах. Это средство для бережного снятия фиксированной основы. То есть любой пластырь, особенно в педиатрии, когда мы работаем с детками, нам нужно снять пластырь. Это может быть зафиксированный нозогастральный зонт на лице, да, кожа нежная. И если мы будем вот каждый раз отклеивать этот пластырь, когда мы обрабатываем, на лице будут тоже проблемы. Здесь, то есть достаточно слегка на край сбрызнуть, и он самостоятельно отстает. Какая еще у нас проблема бывает? Это тогда, когда рядом со стомой у нас волосистые части, да. То есть брить мы не можем, потому что если чуть-чуть травмирована будет поверхность, значит, соответственно, значит, будет присоединиться инфекция. Также здесь какая ситуация? Если она 4-5 дней стоит, пластина, да, то за 4-5 дней волосок подрастет в любом случае. Бреете вы или не бреете, да. И это всегда болезненно, это очень ощутимо для пациентов. Поэтому здесь мы с вами вообще не принимаем никакого участия, но если сильно уж длинные волоски мы подстригаем, а так нам достаточно сбрызгнуть на край колоприемника, чуть-чуть его, значит, отогнуть и сбрызгнуть, и он совершенно спокойно отстанет самостоятельно. И дальше, пожалуйста, в душ и так далее. Если же у нас все-таки возникли, вот тут совершенно четко видно раздражение за счет того, что отклеивался клеевая основа, и кожа нежная у женщины, и, соответственно, это уже болезненное ощущение. Представьте, опять его наклеить колоприемник. Значит, здесь к нам приходит волшебное средство, я его очень люблю, кстати, я его использую не только, значит, когда идут пациентам назначаться колоприемники, а когда мы лечим хронические раны, в том числе пролежни, когда вокруг самого раневого процесса возникает вот это раздражение от частого эксудата. Краснота, отечность, и здесь вот берется, он, значит, припудривается вот таким образом, тоненьким слоем, расход у него минимальный, можно даже чуть-чуть его сбрызгнуть в одно место, ну, сыпать в одно место немножко, небольшое количество, и ватным диском, который прессованный, равномерно, поэтому по всей этой площади разложить. И дальше мы уже клеим двухкомпонентный колоприемник, да, и, соответственно, больше никаких средств не используем, и он, во-первых, снимает жжение, боль, воспаление, что самое главное, жжение тут же снимает, и дает отличную фиксацию. Но я хочу вас сразу предупредить, что мы не используем в этом случае никакие ни тальки, ни крахмала, ничего, у нас просто не приклеится колоприемник, да, он будет отставать. Это специальные разработанные средства по уходу, то есть и эти же средства мы можем использовать, потому что тот же самый дерма, та же самая кожа при лечении хронических ран. Защитная пленка. Значит, после того, как пациент наш принял душ, мы с вами подсушили мягким полотенцем или неткальной салфеткой, и для того, чтобы усилить фиксацию и не дать возможность подтекания, значит, каловых масс, мы наносим эту защитную пленку. Видите, она такая сверху, как целлофан на коже остается. Но я хочу предупредить, если хоть какая-то есть на коже мацерация, ссадинка, прыщик, ее использовать нельзя, будет очень сильное жжение, в последующем сильное воспаление. Поэтому мы перед тем, как наклеим, и пациента обучить надо, если вдруг возникает, мы используем эти средства. Значит, очень важная часть – это психологическая безопасность. Пациент все время боится о том, что может подтекать, может отклеиться или что-то может случиться. Или когда занимается активно пациент спортом. В принципе, противопоказаний для занятия спортом, физической нагрузки у этих пациентов нет. То есть они живут той жизнью, какой жили. И, соответственно, здесь нужна какая-то подстраховка. Или он в бассейн идет. Тоже, значит, не исключено для них. Ему нужна просто дополнительная фиксация. И вот эти вот, они недавно у нас появились, пластины, полукольца, раньше шли пластырные. То есть великолепная такая тонковая гидрогелевая основа, которая великолепно держится. И, в общем-то, никаких раздражений под ней не бывает стопроцентно. Вот она как фиксируется, пластина. Если это двухкомпонентная, то это квадратная пластина, поэтому они есть прямые. И если это наднокомпонентная, они полукольцом, поэтому они замечательно держат дополнительно. Ну, вот эти вот порошки, они называются нейтрализаторы запаха. Но, вы знаете, я бы отодвинула это все на третье место. На первое место я бы поставила о том, что он способствует, значит, удалению газа в мешке. То есть если мешок у нас достаточно большое количество газа, мешок раздувается и, соответственно, отстанет, соответственно, он от кожи. То есть даже если мы имеем наличие фильтра, он не всегда справляется. А если мы вот этот порошок буквально вот в этой бумажечке сбрасываем в пустой мешок, когда меняем его, просто сложили туда. И, естественно, если у нас будет газа, а это будет нейтрализовать газа. Вторая очень важная составляющая – желирование стула. Для эластомы это в обязательном порядке. В обязательном порядке должна быть эта составляющая. Почему? Потому что вот этот жидкий стул, он агрессивный, там очень много ферментов и очень быстро вызывает раздражение. Точно так же, как сейчас только что рассказывали, когда при гиарее агрессивная среда и очень быстро вызывает раздражение. Поэтому, когда попадает туда, идет количество стула, соответственно, этот стул желируется, он становится как бы оформленным таким едимым колком, который не будет попадать никуда, затекать. Это второе свойство. И третье, как бы я поставила, он нейтрализует запах. То есть для пациента это уже не так, особенно те, которые к себе очень брезгливо относятся. Здесь это просто панацея. Поэтому, в принципе, этой порошки дается, значит, для эластомы в обязательном порядке, дается на каждый день этот порошок. Пациенты, которые с колостомой, дается подольше на сроки. Их там 100 штук в этой банке. Дается меньшее количество на те случаи, когда вдруг начинаются диареи, точно так же и с колостомой может быть диареи, для того, чтобы не было этих осложнений. То есть это совершенно полноценное качество жизни у нашего пациента. И еще я хочу сделать акцент, это про пасту, выравниватели кожи, так называемые. Вообще, в принципе, мы можем выравнивать вот теми самыми пластинами кожи. Но если, опять же, вдруг у нас не оказалось пластин, то мы должны правильно сделать выравниватель кожи именно использованием. Вот посмотрите, здесь нанесли выравниватель непосредственно вокруг кишки. Вы видите, уже кишка имеет такой определенный белый налет, то есть она уже не совсем здорова, потому что она имеет непосредственно контакт. Видите, прижали, и вот эта клеевая основа, она сюда вылезает. Этого быть не должно. Пластина вот здесь мы видим, да, очень большое количество намазывается в этом случае, толстый слой. На самом деле мы должны с вами на примерно один сантиметр от края, тоненьким, можно даже пунктирным слоем, потому что когда мы будем прижимать, он равномерно ляжет. И тогда он зафиксируется без каких-то особых последствий, которые некомфортны нашему пациенту. Снимаются эти выравниватели точно так же вот с тем средством, которое мы с вами говорили, НИЛТОК. Еще я вам хочу сказать, вы тоже должны это знать, что у нас есть приказ от 13 февраля 2018 года об утверждении классификации. То есть все эти средства, которые я назвала, вы можете получить совершенно, наши пациенты могут получить совершенно спокойно, бесплатно. Это все зависит от того, насколько мы правильно выпишем все эти средства. Также у нас есть отдельная такая защита, то есть это тоже от 2018 года приказ 85Н, где мы в течение года можем дважды поменять реабилитационную карту. Не ждать, когда у нас там будет переаттестация, переосвидетельство. А если мы видим, что нам нужно перевести на двухкомпонентный, вдруг у нас, значит, стома втянулась, да, нам нужно поменять совершенно другие пластины, значит, у нас есть с вами такое право выписать два раза в год, мы имеем право поменять. Если есть еще необходимость больше, да, то есть в принципе, тогда нужно очень жесткие обоснования, что это происходит. Но самое главное, чтобы вы не экономили те деньги, которые вообще не принадлежат вам, да, потому что иногда они выписывают, что они считают, что это дорого и какие-то, где эти деньги возьмутся. Я вам уверяю, все эти средства есть в достаточном количестве. И все это имеется, но очень больно, когда не имеется, это у наших пациентов. Это очень-очень важно. Еще я хочу сказать о том, что есть такой, мы можем для, когда у нас пациент находится в депрессивном состоянии, когда он малокоммуникабельный, не хочет общаться. У нас есть такой великолепный сайт, называется он Астом, где эти пациенты могут войти туда, зарегистрироваться и консультироваться у таких, во-первых, у специалистов там консультируют, да, кулапротологи. Во-вторых, они могут общаться со своими соратниками, те же, которые находятся в таком же положении. Они общаются, у них своя жизнь, потому что здесь они уже не стесняются ничего. Ну, если говорить о стеснении, то это, в общем-то, совсем не обязательно, нужно объяснить этому пациенту, совсем не обязательно всем кричать, повесить объявление, что у меня стома выведена, да. У меня на опыте была женщина, которую прооперировали, которую вывели стому, которая была замужем, и муж не знал, что у нее стома. То есть она носила бандаж утягивающий, который специально, кстати, для стомированных больных, и просто родственникам говорила о том, что мне после операции положено его носить, да. Вот понимаете, насколько был человек адаптированный, замотивированный, и это вполне все возможно. У меня две пациентки были, молодые девушки, которые рожали детей, проходили всю беременность со стомой. Поэтому стома – это не конец жизни. А будет ли конец или будет ли начало для наших пациентов, это, конечно, прежде всего зависит, дорогие медицинские сестры, от вас. Насколько вы даете четкую рекомендацию, четкие инструкции к тому, как дальше жить. Ну и в заключение я хочу вам всем пожелать, ну прежде всего, самим здоровья, берегите себя. Мы работаем в очень тяжелое время, в очень тяжелых условиях, поэтому я всем вам желаю успехов. Если возникает ко мне вопрос, можно написать, я всем с удовольствием отвечу. Ну и еще хочу сказать, у нас более подробные видеоролики, видеоматериалы про хоспис, это все имеется. Всего спасибо, не уложила, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!